Всем большой привет, дамы и господа! С вами, как всегда, Александр. И сегодня я вам хочу рассказать об очень хорошо себя зарекомендовавшей люльке Aton M. Это вот ее продолжение, обновление MI Size. На самом деле здесь поменяли много, доработали, и она стала уже практически таким хорошим премиумом за относительно небольшие деньги. Вот, здесь очень хороший уровень безопасности, здесь отличные краш-тесты. Вообще, эта люлька является частью модульной системы от компании Cybox. Вот, вы ее можете, по идее, купить просто люлькой. Вы можете купить ее вместе с базой Isofix, и потом, когда ребенок вырастет из этой люльки, на эту же базу, которую вы покупали к этой люльке, ставить группу 1. Получается такой комбо-комплект. И по деньгам это, кстати, достаточно интересный выход, решение. Поэтому обратите на это внимание. Но сегодня мы с вами поговорим о люльке как об отдельном элементе, потому что комбо-комплект не все покупают. И отдельно, даже без базы, это очень крутая люлька. Здесь, смотрите, в отличие от предыдущей, здесь поменяли внутреннюю начинку. Появился новый вкладыш с эффектом памяти. В большом очень диапазоне регулируется у нас здесь подголовник. По-моему, 11 положений, если я не ошибаюсь. Поэтому размер здесь можно сильно увеличить, и достаточно долго можно перевозить ребенка. Вообще, люлька, она позиционируется как до 13 килограмм. Но по факту 9, 10, 11 месяцев, все смотрим по ребенку. Какие родители, какой ребенок будет по росту. Все очень индивидуально. Поэтому до 9 месяцев мы минимум возим, вообще без вариантов. А дальше уже по ситуации смотрим, как он сюда помещается. Так, смотрите. По безопасности все, вопрос закрыли. Это супер классная безопасная люлька. По внутренней начинке. Вот подголовник у нас останется, а вот вкладыши они всегда с возможностью их демонтировать. Потому что вкладыш, он для самого маленького нужен здесь для того, чтобы его плотнее фиксировать. Потом ребенок вырастает, и вкладыш нам уже будет мешать, будет тесно. Поэтому он убирается по мере роста ребенка. Мы смотрим, что тесно, все убираем. Но месяцев до 4 минимум я бы его не убирал, потому что он выравнивает немножко спинку ребенка. Он толстенький вкладыш. Поэтому здесь смотрите сами. В общем, всегда по ситуации смотрим. Так, что касается материалов. Здесь отличные материалы. Они гипоаллергенные, они хорошо дышат. И как показывает практика, летом ребенок, от ребенка очень много зависит, вы сами это понимаете. Но достаточно хорошо дышит материал. И ребенок не так сильно преет, как мог бы в другом, каком-то более синтетическом материале потеть. Кстати, эту люлечку можно ставить на коляски. На очень много разных колясок. Максикози, Сайбекс и Джои. У них вот у всех один вид крепления. Поэтому на большинство брендов колясок вы можете установить эту люльку. Для этого здесь вы видите очень классный козырек. Транспортировочная ручка. Козырек просто обалденный. Кстати, с защитой от ультрафиолета, от солнца. Поэтому все сделано хорошо. Кстати, здесь, что касается безопасности, есть LSP систем. Фирменная система боковой защиты от ударов. От Сайбекса и фирменной системы LSP называется. Ее нужно активировать обязательно со стороны двери. Со стороны салона это делать не нужно. Поэтому активировали. И при боковом ДТП она первая будет рушиться, тем самым демпфируя энергию удара, поглощая ее. И увеличивая тем самым тот самый уровень безопасности. Так, давайте еще. Я вам сейчас покажу, как ее установить без базы изофикс. На базе изофикс там элементарно одним щелчком все делается. А если вы ее купите именно вот таким вот вариантом, надо это уметь делать. Поэтому смотрите. Вытаскиваем ремень максимально. Как можем. Просовываем нижний ремень через вот эти голубые направляющие. Вам их видно хорошо. Вот так вот засовываем. Застегиваем ремень. А верхний ремень уже пропускаем направляющим на спинке. Вот здесь вот. Очень важно, чтобы ремень всегда проходил через все направляющие. Если вы допустите ошибку при установке и ремень где-то будет не в направляющем, а вылезет, в ДТП он просто вылетит непонятно куда. Поэтому очень важно перед поездкой всегда все подтяните. Каждый направляющий все проверьте, чтобы все защелкнуто. После этого можете соответственно передвигаться. Собственно вот так она крепится. Я считаю здесь вообще ничего сложного и все очень просто. И главное не ошибаться. Повторю это еще раз. Безопасность все-таки здесь у нас в первую очередь. Поэтому мы их и покупаем эти кресла, чтобы сохранить жизнь нашим детям. Так, креплением разобрались. Кстати, что касается по уходу за материалом до 30 градусов. Стираем, не паримся и спокойно его одеваем обратно. Но, кстати, материал этот он очень хорошо себя показывает в долговечности. Я имею в виду, что товарный вид очень долго держится у этого материала. Мы уже много лет продаем этот бренд и уже видели пятилетние кресла. Я имею в виду не 5 лет, естественно, одного ребенка катали, а троих там. Кто-то кому-то передарил, еще одного вырастили. В общем, такой бывалых ветеранчиков. И они реально неплохо выглядят, учитывая те годы эксплуатации. Поэтому с материалами здесь все хорошо. Собственно, если... Давайте, вот мое короткое мнение. Это не самая дешевая люлька, это такой хороший средний сегмент. Сколько она сейчас стоит у нас? На текущий момент она стоит 20 с копеечками, 20 плюс тысяч рублей. Естественно, актуальную цену по ссылке в описании. Смотрите, потому что цены меняются. Лучше по ссылке внизу актуальную цену. Проверьте, я не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик. Но вот берем двадцатку и смотрим на рынок. Есть конкуренты, но, например, если мы смотрим конкурента за 30 тысяч рублей, да, вы в нем практически ничего дополнительного не получите, чего здесь нет. Здесь есть все, что нужно, все системы безопасности, офигенное положение ребенка, уровень безопасности в 30 тысяч вы лучше не получите, я вам сразу говорю. Может быть, ткани какие-то получше вы увидите, там, дизайнерские какие-то решения, но по факту вот это отличный вариант. Вот, например, есть еще серия Z, чуть поинтереснее, по навороченней, и вот она как раз-таки и дороже. Но по безопасности они плюс-минус одинаковые, но зато это какая нарядная, да, поэтому я и говорю максимально кать приближенной к премиуму за относительно небольшие деньги вариант, вот Atom M.A. Size. Поэтому смотрите, выбирайте, я надеюсь, что вы что-то полезное подчеркнули в этом обзоре, если обзор вам понравился, ставьте свой царский лайк, можете мне какие-то вопросы задать в комментарии, буду рад на них ответить, вот, ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора, кресла для ваших детей, и удачи на дорогах. Пока!